Галкина уличили в подлом обмане, юмориста ждут серьезной неприятности. Галкина в США уличили в подлом обмане, теперь юмориста ждут серьезной неприятности. Супруг Аллы Борисовны Пугачевой давно уже рыщет в поисках заработка по городам и весям Европы, но в последнее время дела у него идут из рук вон плохо. То ли европейский мигрант нынче пошел чересчур прижимистый, то ли плохие шутки голубя мира уже всем приелись, но доход юмориста существенно снизился. Видимо, поняв, что дальнейшие выступления на европейских просторах не принесут ожидаемой прибыли, юморист решил отправиться на гастроли в Соединенные Штаты, о чем с большим пафосом недавно сообщил в своих соцсетях. Предполагаемым зрителям гарантировались увлекательные вечеры новые злободневные шутки, однако, несмотря на широкую рекламную кампанию, собрать полный зал хотя бы в одном городе ему пока не удалось. Очевидно, что Галкин рассчитывал на большой гешефт, который позволил бы ему поправить свое пошатнувшееся финансовое положение, но ситуация пока оборачивается против него. Так, например, вчера Максим Галкин выступил перед полупустым залом в южном американском городе Тампа, а уже 24 октября юморист должен выйти на сцену концертного зала в Вашингтоне, но буквально за день до выступления продано не более трети билетов. Судя по всему, 48-летний шоумен пойдет по стопам в своей 53-летней подчередце Кристины Арбака, это чьи недавние гастроли в США с треском провалились. Но самое интересное, после того, как стало известно о полупустых залах в Америке, вскрылся грандиозный обман юмориста. Дело в том, что с целью привлечения зрителей тот решился на очень низкий поступок, создал ощущение ажиотажа, которого и в памяти не было. Для этого он из раза в раз выкладывал в своих соцсетях смонтированные видеофрагменты, на кадрах которых видны толпы поклонников, восторгающихся его выступлениями. Впрочем, хитрый ход артиста довольно быстро разоблачили. Оказалось, что в рекламных целях юморист нагонял массовку в специально снятые для этого помещения, где в течение нескольких минут видеооператор снимал мнимое выступление и мнимых зрителей. Юморист особой популярностью в США никогда не пользовался иммигрантой, раньше его недолюбливали и сейчас уж тем более это видно невооруженным взглядом. На сайте по продаже билетов множество свободных мест в каждой ценовой категории. В местных русскоязычных пабликах билеты на выступления Галкина предлагают чуть ли не с 50% скидкой, и то очередь за ними не стоит. Хотя русскоязычные любят посещать звезд из России, на Леонтьева, на Киркорова, на Аллегрова всегда люди шли. Когда они приезжали за месяц до концертов, билетов было не достать. Кстати, цена на Галкина значительно ниже, не более 200 долларов, пишут пользователи в местных пабликах. Возможно, русскоязычная аудитория США встретила Галкина прохладно не только из-за его политических высказываний, но и из-за его требований. Во время своих выступлений беглый артист категорически запрещает производить видеосъемку. Он опасается, что фрагменты его выступлений могут попасть в интернет, а этого он сильно боится. На всех площадях, где выложены в продажу билеты, красуются предупреждения в случае несанкционированной видеозаписи, администрация оставляет за собой право удалить нарушителей из зала. Чтобы зрители не снимали его выступление на телефон, Галкин нанял многочисленную охрану и сам внимательно следит за зрителями. Страх артиста легко объясним. Дело в том, что ничего нового своим поклонникам, кроме русофобского юмора, Максим предложить не может, а любое его неосторожное высказывание может лишить его имущества в России, которое давно предлагают конфисковать. Общая сумма российских активов, шоумена и Пугачёва оценивается в сумму свыше 3 миллиардов рублей, включая замок в деревне Грязь и антиквариат стоимостью в 20 миллионов долларов США. Кстати, после американских гастролей у Галкина в планах отправиться в Канаду, впрочем, там же билеты на его выступление продаются из рук вон плохо. Галкину надо было заявлять в афише свою жену. Быть может, и на Пугачёва удалось бы собрать настоящие аншлаги, иронизируют русскоязычные зрители.